Сотрудничество с МНТК мы начали в 95-м году. Я помню, месяц январь, приехал Александр Владимирович, директор, все мы сделали прием. Первый прием был два дня всего. Человек пришло 45, народ сразу по одной рекламе приехал. Было интересно, уже про Федорова у нас в Болгарии знали в это время. А знали, потому что, знаете, вышла его книга, первая книга, которую тогда перевели на болгарском языке. Это было где-то посередине 80-й, 85-й, ну где-то вот так, 88-й, 85-й год. И книгу уже сначала стала продаваться, я помню, когда я увидела, сразу купила. И я увидела, и меня прямо что-то изнутри потянуло, я книгу сразу купила. Помню, синюю обложку Федоров в маске. Ну, по крайней мере, да, и в Болгарии, потом перевели на болгарском. И когда мы услышали, что Федоров приезжал на корабле, у нас... Пациентка Лилина, пройдите в первый холл. Недалеко от города Варны, есть такой курорт Албена. И первые пациенты прооперировали там все, и уехали. Ажиотаж был огромный, люди стали говорить, все спрашивают. И я задумалась, почему бы не организовать все это дело. Мы узнали, что в Сербии есть уже, работает в Сербии несколько лет. Они, ну, не знаю, там, в 80-м каком году начали работать? В 2009-м. В 2009-м, да, или в 2009-м. И мы обратились. И сначала мы так организовали, такой луч, Калуга, Новый сад и Болгария, София. И врачи стали приезжать и стали работать с клиникой Федорова именно в Калуге. Почему? Потому что уже Калуга была такая известная, филиал хороший, врачи великолепные. И они с удовольствием подали руку нам, братскому болгарскому народу, помогать нашим пациентам. Я езжу столько лет, я всегда езжу спокойно. Я знаю, что ошибки не будет. И не было, и я уверена, не будет. У врачей этих, они всегда говорят, у нас нет права на ошибки. Такой высокий профессионализм. Это только можно благодарить хлопот и низкий поклон всем. И это сделал Федоров. Благодаря ему все это. Светлая ему память. И тысяча благодарностей от наших пациентов, от всей Болгарии. Был очень интересный случай. Первый болгарский пациент у самого Федора в Москве, это до того, как мы начали эту деятельность, была молодая девочка, которая приехала с мамой. И тогда наше правительство отпустило там деньги, чтобы лечить. И мама нам рассказала. Приехали они к нему, он все посмотрел. Говорит, так, ребята, вы мои первые пациенты из Болгарии в жизни. А давайте я вас и вас прооперирую, маму. Мама тоже высокая близорукость. Она сказала, ну как, доктор Федоров, нам деньги в государство выделила только дочка. Она говорит, ну что, я просто так прооперирую. Вы же мои первые болгариты. И он ее прооперировал вообще бесплатно. И они приехали к нам после 30 лет на приемы. Все отлично. Ну там уже возрастные катаракты. Так что слава Федорова, она по Болгарии идет. И не только Болгарии. Соседняя там Греция у меня, из Кипра пациенты. С Канарских островов есть. Люди узнают, они начинают расспрашивать. Ну их тянет сюда профессионализм врачей. Отношения врачей, медсестер, всех к пациенту. Не только к нашим, и ко всем. Никогда голоса не повысит. Ни народ не закричат. Все тихо, все спокойно. Они удивляются. Вот столько народу приезжает. Очереди. Никто никого не опережает, не кричит. У нас все не так. У нас на пациента могут и наорать, и за дверью вышвырнуть. Жди там или не жди, я занят. Все манят. Россию тоже любят. И то, что в больнице мы здесь же, ну как, в гостиничной части, в стационаре находимся в больнице. Не как обычная больница, чтобы там в пижамах, как у нас все. А одет нормально все. Это уже самочувствие другое. Уже спокойное, более уверенное. Всегда же боятся люди первые дни. Что там будет, как все будет. А оказывается, все отлично. Самая лучшая реклама от доктора – это довольный пациент. Я думаю, и так оно и получается.